Девушки отдыхают Девушки отдыхают Древние магические ритуалы По превращению человека в зомби Как это работает сейчас? Кто изготовил куклу Вуду для Филиппа Киркорова? Я отомщу ему за все И как защищается король русской страны? Я подшел походу Как лечат смертью? Если человек боится смерти, он никогда к нам не придет Смертельный эксперимент репортера Кирилла Малахова Блин, все согласен, лишь бы откопали Парни, парни, выкопаем, блядь Сейчас задохнется Универсальная технология контроля Забирайте обратно эту падаль И зомбирование Как способ тотального подчинения Утисток! Утисток! Смотрите прямо сейчас Я раскрою все тайны Нас зомбируют газеты и телевидение, говорят люди Видимо, в данный момент зомбирую я, Анна Чапман Многие употребляют слово зомбирование, не зная, что оно на самом деле значит Зомбировать – это превратить человека в ходячего мертвеца Который выполняет все желания своего хозяина И у нас есть уникальные доказательства того, как из людей делают зомби Сегодня вы это увидите Одесса – жемчужина Черного моря Здесь, в самом центре города, живет жрец Последователь африканской традиции Ифа Он пригласил меня к себе для того, чтобы я принял участие в древнем обряде народа Ерупа Меня предупредили – увиденное может шокировать Будет очень много крови Этот человек называет себя Винсент Вайт Его настоящее имя – Руслан Бабков Но он его предпочитает не называть Винсент – жрец тайного культа И ему запрещено носить имя, данное при рождении Образ жизни Ифа уже глубоко течет от моей крови Ифа – древняя магическая африканская культура Эта языческая религия построена на кровавых жертвоприношениях Винсент Вайт несколько лет жил и обучался духовным практикам в Нигерии Существует ряд церемоний На человека идет воздействие Он примет решение, то, которое было уже запрограммировано Именно это сегодня сделают со мной Уникальный эксперимент программы Надо мной проведут древний африканский магический обряд После которого я должен стать зомби Духовным рабом жреца Ифа Боли другого человека можно себе починить То есть тем, что человек станет зомби Знаменитости не скрывают В эффект зомби верить приходится Актер Никита Джигурда своими глазами видел Как колдун Вуду возвращал с того света умирающую женщину Журналистка погибала от малярии И все врачи сказали Свездец, она покойница С друзьями пошли к колдуну Вуду И тот закрутил энергетический вихрь И спустил его в эту умирающую журналист И она встала, села, открыла глаза И болезнь отошла Программист и поэт Вениамин Зельцбург утверждает Хотите верьте, хотите нет Но слова популярной песни Филиппа Киркорова «Жестока любовь» на самом деле написал он Я хотел посвятить эту песню всем тем людям Которые пережили несчастную любовь Вениамин рассказывает Слова романца он сочинил 9 лет назад А потом услышал песню в исполнении знаменитого певца И так сильно расстроился Что забросил творческую деятельность И начал пить Так вот наш шоу-бизнес Могут иногда сломать Судьбу начинающего автора Человек Официально Композитором и автором слов песни В каталоге российского авторского общества Значится другой человек Олег Попков Но Вениамин настаивает Автор он А во всех его жизненных неврядицах Виноват лично Филипп Киркоров Решил Я отомщу ему За все Александр Баале Уже 15 лет занимается Вуду-практиками Специально для того Чтобы обучиться экзотическому ремеслу Известный маг ездил на Кубу И в Бразилию К нему обратился Вениамин Зельцбург Чтобы сделать куклу Вуду И наказать Филиппа Киркорова Фигурка это аналог человека Поэтому по ней можно сделать практически Все что хотите Бениамин согласен на все Чтобы отомстить звезде Он готов идти до конца Сейчас мы фигурочку с вами приготовим Сделаем Остывший воск приобретает свойства пластилина Когда кукла готова Маг приступает к ритуалу И сделаем так Чтобы Человек больше не мешал вам В вашей карьере По традиции Вуду Для успешного обряда Куклу необходимо обкуривать смесью различных трав И окроплять заговоренной водой Чтобы выйти на связь с духами Зажмите ее между ладонями Сосредоточьтесь на образе того человека Про которого вы мне говорили Специальными манипуляциями Маг вызывает душу на контакт Делаем так, чтобы этот человек Больше не воровал ваши идеи Прокалывание иголками куклы Самая важная часть ритуала Игла является прототипом копья Теперь как только этот человек Будет пытаться вам вредить Любым образом Ему будет становиться очень плохо Любые заболевания Вплоть до очень тяжелых Вениамин уже не первый раз Проделывает этот ритуал С куклой звезды Он всерьез верит Все громкие скандалы И нервные срывы Случившиеся с Филиппом Киркоровым За последние годы Это последствия его магических обрядов Это все происходит Из-за моего обращения Мы рассказали Филиппу Бедросовичу Эту историю Но он не поверил Я не верю в это Если веришь, начинаешь на это поддаваться Я не принимаю, у меня стена Колпак Я под колпаком Меня ждет более серьезный обряд Чем тот, который провели Над Филиппом Киркоровым Если верить жрецу Ифа Его магические практики Способны вести человека в транс И сделать из него Самого настоящего зомби Эмьера Это специальный состав Из африканских мистических трав Рецепт жрец держит в секрете Дальше жрец приносит в жертву живую курицу Отрывает ей голову Шокирующий обряд Мастер поливает мне ногу кровью Вот так вот стою в крови Жрецы Ифа верят Ступня левой ноги отвечает за связь с душой человека Последний этап превращения человека в зомби Винсент Уайт протягивает мне странное вещество Это мыло? Это мыло Черное Галдун объясняет Африканское мыло делается из плодов дерева ши Это магическое вещество Чтобы проверить, что оно работает Нужно взять птицу живую И эта птица должна сама умереть на этом мыле Вот так колдуны Ифу проверяют Действует ли мыло Смотрите, на этих кадрах Гол ведет себя, как обычно А вот он замирает и перестает двигаться Колдун уверяет Птица впала в транс под действием веществ Ходящих в состав африканского черного мыла То же самое можно сделать и с человеком Действует подавляюще на волю человека И человек об этом не будет знать От продолжения ритуала на себе я отказался Слишком зловеще все это выглядит Мы решили провести эксперимент Аналогичный тому, который демонстрируют последователи пульта Ифа Это зомбическое мыло То самое страшное средство, которое парализует волю человека В качестве объекта испытания мы решили взять птицу покрупнее Магическую технику народа Йоруба Мы проверим на обычной курице В этот пластиковый контейнер мы помещаем курицу А также африканское мыло, которое должно ее зазомбировать Посмотрим, сколько она продержится Герметично закрываем крышку 15-литрового контейнера Воздуха курицы хватит больше, чем на час Однако африканские колдуны утверждают Птица потеряет сознание гораздо раньше Но с курицей ничего не происходит Масло дерева ши, которое содержится в этом куске мыла Традиционно применяется для производства косметики Но у африканских магов другое мнение Оно может подчинять и убивать Мы прождали целых 5 минут Шаманы Ифу уверяют Этого времени более чем достаточно Для того, чтобы привести птицу в бессознательное состояние Проверим, так ли это По-моему, она чувствует себя весьма неплохо Эксперимент показал Мыло, которое нам передал жрец Ифа На самом деле не работает А птица в руках мага Становится неподвижной совсем по другой причине Просто ей слишком сильно сдавили грудную клетку Кстати, вести курицу в транс можно гораздо проще Это называется куриный гипноз Вот как это работает Достаточно положить курицу на бок И провести прямую линию от ее клюва Птица впадает в транс Частота ее дыхания и сердцебиение понижены Срачки неподвижны И курица лежит на столе, как будто парализованная Но в этом нет ничего паранормального Это не магия Ифу Это физиология Такое странное состояние своего рода защитная реакция Многие хищники реагируют на движение И чем более статичной будет птица Тем больше у нее шансов выжить Первые упоминания о живых мертвецах Появились в 1929 году Когда журналист Нью-Йорк Таймс Уильям Сибрук посетил остров Гаити Репортер своими глазами видел шокирующий обряд Превращение человека в зомби И написал об этом Спустя полвека канадский биолог Уэй Дэвис Стал первым ученым, который исследовал феномен зомби С научной точки зрения Его труды легли в основу знаменитого американского фильма Змея и радуга Я связалась с Дэвисом Уэйдом, чтобы узнать Кто и как делает из людей послушных марионеток Здравствуйте, Дэвис Неужели зомби действительно существуют? И эти они верят, что людей в зомби превращают колдуны Похищая их души В 1980 году в психиатрической больнице объявился некий Клервиус-нарцисс За несколько месяцев до этого в госпитале неподалеку он умер Живой мертвец Так как это произошло? Моей первой задачей было найти вещество, с помощью которого его ввели в состояние временной смерти Оказалось, что в его состав входит сильный нейротоксин Так называемый ТТХ или тетродотоксин Яд рыбы фугу Ежегодно несколько сотен человек пробуют яд этой рыбы Фугу популярны в Японии деликатес При правильном приготовлении рыба съедобна При неправильном смертельно опасна Если человеку удается пережить временную смерть, то есть токсикоз С ним не происходит никаких необратимых физических изменений Так каким образом маг получает полную власть над человеком? Помимо яда рыбы фугу, порошок зомби содержит очень сильный галлюциноген Это высушенное растение из семейства посленовых Это растение также называют зомбический огурец Сильнейший галлюциноген провоцирует ведения, сходные с наркотическими Человек, употребивший в пищу смесь этого растения и яда рыбы фугу, полностью теряет контроль над своим разумом На Гаите люди не боятся существующих зомби, они боятся стать зомби Ведь это значит, что у них похитили душу Смерть как средство от всех болезней Если человек боится смерти, он никогда к нам не придет Можно любить силой мысли Зачем сектанты нападают на аптеки? Убийство! Убийство! И что заставило Кирилла Малахова лечь в гроб? Меня похоронят на этом кладбище сразу после рекламы Я раскрою все тайны В России тоже есть последователи мистических культов Вуду Они уверены, люди напрасно боятся смерти Ведь познав ее суть, можно избавиться от страданий и болезней Репортер Кирилл Малахов согласился быть похороненным зажима Чтобы проверить на себе, как лечат смертью Обычай хоронить людей заживо уходит своими корнями в традиции индейского племени Толтык У них это называется похороны воина Считалось, что таким образом можно обмануть смерть Сейчас я испытаю на своей собственной шкуре этот древний обычай Меня похоронят на этом кладбище Психолог Феликс Колпаков лечит тяжелые депрессии при помощи древнего обряда Ритуал называется закапывание воина Сегодня это сделают со мной Вот я смотрю, полянка вполне подходящая Хороший склон, зоночная сторона Промерзлую землю копать не так просто Однако психолог успокаивает Это необходимая часть ритуала Ну вот, получилась, по-моему, отличная могила Что называется для себя рыл Теперь осталось принести и установить оборудование Учеными доказано Человек в закрытом и закопанном гробу способен прожить максимум полчаса Поэтому с собой я возьму два кислородных баллона По идее, мне их должно хватить на несколько часов Все, что будет происходить внутри, будет фиксировать инфракрасная камера Другой связи с внешним миром у меня не будет Итак, процедура начинается В этом гробу меня похоронят заживо На 30 минут Добрый путь Что, прям туда? Да, прям туда вернешься обновленным Ну ладно Кислородик-то дайте мне Нужно опустить гроб в землю правильно Так, чтобы потом его можно было достать Это под силу только опытным гробовщикам Звук падающей земли на крышку гроба Видимо, самое страшное, что может испытать человек в своей жизни Особенно, если в этом гробу лежишь ты Живой Я нахожусь на глубине чуть больше метра Надо мной толще земли Пространство ограничено В руках у меня только маленький фонарик Крышка гроба внезапно начинает прогибаться Мама Она прогибается О-о, она реально прогибается Гробовщики продолжают меня закапывать С каждым комком земли мне становится все более тесно Как будто гроб резко сузился в размере Вообще люди лежат и по 12 часов Мой личный рекорд 10 Сверху, над землей Едва уловимы голоса людей У меня начинается приступ паники Будь проклятой, это программа Что же они делают со мной? Я удушу продюсера Подожди, надо расслабиться Расслабиться и не забывать дышать Тонатотерапия Так называется метод лечения смертью Я вам сейчас покажу настоящую смерть Вот так берете листочек Разрывается на две части Конечно, этот листочек можно склеить Конечно Но он уже никогда не будет тем, чем он был Никогда Владимир Баскаков Основатель тонатотерапии Главная цель его метода Восстановить связь человека с процессами умирания Чтобы избавить от стресса и болезней Мы часто не предупреждаем, что это именно тонатотерапия Ну зачем, если человек боится смерти Он никогда к нам не придет Сегодня сеанс тонатотерапии проходит Анна Прутикова Школьный учитель Моя работа связана с большим общением И с необходимостью контроля Анне нужно полностью отключить контроль над собой И вот мы заходим в очень интересное место Место, которое можно назвать холодное место Или место смерти По словам Владимира В эту самую минуту все внутренние органы пациентки Замедляют свою работу Но при этом она остается в полном сознании Анна не стремится отсюда выскочить и убежать То есть это значит, что то место, в котором она сейчас находится Ей нравится Зачем все это нужно? Владимир уверяет Ничто так не лечит от депрессии, как мысль о смерти Коснуться оголенных проводов Чтобы ударило вот этими сильными чувствами И таким образом подтвердить себя живой или живым Именно жгучее желание жить я испытал на 30-й минуте эксперимента Все согласен, лишь бы откопали Я из зомби готов быть Кислород в баллонах подходит к концу Я начинаю чувствовать головокружение Закладывает уши Феликс Колпаков наблюдает за моим состоянием по монитору Он видит, как я теряю сознание Да, он отключился! Никогда так не было Я же говорил, что в депрессию надо ставить Чаем! Выкапывай! Выкапывай! Задохнется, у меня воздуха нет Гроб с моим телом достают на поверхность Метясь по щекам дай Участники эксперимента приводят меня в чувство Я провел под землей около часа И сейчас понимаю, что абсолютно счастлив Если лежать там несколько часов, наверное, ты не то что сойдешь с ума Ты просто свихнешься и будешь готов все что угодно выполнять Лишь бы тебя вытащили на поверхность В соответствии с традиционными представлениями о Вуду Именно так делают зомби Человека поят особыми снадобьями И в состоянии транса На несколько часов зарывают землю Я раскрою все тайны Это рыба фугу Яд, который содержится в ее внутренних органах Называется тетродоксин При попадании в организм человека Он парализует мышцы И вызывает остановку дыхания Именно это вещество, как удалось выяснить ученым Является основным компонентом так называемого порошка зомби Правда ли, что тетродоксин, который извлекают из рыб в фугу, настолько опасен? Сто раз мощнее, чем цианистый калий То есть для того, чтобы умертвить человека, достаточно 25 миллиграмм Удивительно, но купить смертельно ядовитую рыбу Оказывается, можно В обычном зоомагазине Москвы Здравствуйте Я вам звонила по поводу фугу Фугу из Лобрюка Менеджер заверил Рыба почти не ядовита Ядовитый когда умирает У нее так сильно внутри На наши вопросы Может ответить человек, который сам не раз готовил деликатес из ядовитой рыбы По словам шеф-повара Мунечика Бан Это действительно рыба фугу Она ядовита Ее печень содержит тетродоксин Как он действует Мы решили проверить действие тетродоксина на живых мышах Эксперимент очень опасен Не пытайтесь повторять его У нас есть настоящая рыба фугу Тот самый Основной компонент Порошка зомби Чтобы мышь впала в анабиоз Достаточно меньше полуграмма печени рыбы Смешиваем ее с едой И даем мышам Если верить гейтянским колдунам Через несколько минут Мыши должны впасть в транс Печень и икру этой рыбы Вообще нельзя употреблять в пищу За последние 7 лет Больше 300 человек Были госпитализированы в тяжелом состоянии Масса мыши Более чем в 3000 раз Меньше массы взрослого человека А значит яд Вот-вот начнет действовать Мыши начали вести себя очень странно Тем не менее Ни через 2 Ни через 3 Ни через 5 минут Мышей не парализовало Мы нашли объяснение произошедшему По словам Дэвиса Вейда Фуга 50% времени Не содержит яда Возможно мы заставили Как раз один из таких моментов Что если всеми нашими действиями Руководит кто-то другой А мы об этом и не догадываемся В простонародье именно это И называют зомбированием На бытовом уровне Не нужно ни рыбы фугу Ни проклятия воду Ни сложных технологий стирания памяти Вас заставят отдать все деньги И вы еще будете за это благодарить Вами управляют словно куклами Как сейчас увидите Бесконтактный бой Одно из самых загадочных боевых искусств Эти кадры снимали Китайские кинематографисты Мастер бесконтактного кунг-фу Он в черном Наносит невидимые удары Сопернику в белом кимоно Вадим Старов Является руководителем Собственной школы Бесконтактного боя На своих занятиях Он наглядно показывает И объясняет возможности Уникального вида спорта Я уже делаю прокачку Я поднимаю Теперь посмотрите Я веду Веду-веду-веду-веду-веду-веду-веду-веду-веду Сажусь Одно из главных правил Бесконтактного боя Нанести как можно меньше Увечий своему противнику Прежде чем ударить Вначале подумать Прокачать пути Отходы Отступления Последствия Ученики мастера объясняют Главным в уроках Является не сам поединок Когда ты умеешь Управлять своими мыслями Ты умеешь управлять собой Это профессиональный боксер Александр Колесников Он не верит В возможности Бесконтактного боя Да, наносится всегда С эмоцией Раз и наверняка Уникальный поединок Профессиональный боксер Против мастера Бесконтактного боя Кто кого В это трудно поверить Но после серии Невидимых глазоударов Профессиональный боксер Сдается Осторожно Боксер удивлен Он со всей серьезностью Подошел к поединку Могу сказать одно Значит Вот То, что вы сейчас видели Это были реальные удары То есть Я наносил Какой-то там Левый обман И вкладывался В правый удар Неужели мастера Бесконтактного боя Действительно могут Управлять Своими противниками В чем секрет Интересно, что на этом видео Вадиму Старову Победить профессионального Кикбоксера Не удается А это Японский мастер Бесконтактного боя Аяки Кенгинага Вот так легко Он разбирается Со своими учениками А вот его поединок С чемпионом Боев без правил Схватка Продолжается Недолго Получается Мастера Бесконтактного боя Действительно Могут Управлять Своими противниками Особенно Если это Их коллеги Или Близкие друзья Я расстрою Все тайны Москвич Андрей Соколов Уже многие годы Пользуется Услугами Шамана У меня были проблемы В личной жизни Здоровье немножко Пошатнулось Проблемы на работе Были Шаман Дмитрий Рик Говорит Он Подчинил себе Подсознание Андрея С помощью Специальных ритуалов Вот на этом месте Мы будем проводить Наш обряд Сейчас я достаю Тугурет Который будет нужен Для того, чтобы Посадить Нашего пациента Это скатерть С нанесенными Руническими знаками Которую я буду покрывать Нашего Клиента Шаман достает Необходимые атрибуты Для проведения Обряда Камлания Священного ритуала Шаманский полку Для изгнания Духов Рог Для принесения Жертвы богам И духом А вот непосредственно Санбуты Удивительно Но для проведения Обряда Дмитрию почему-то Требуется Еще и пиво Это темное пиво Не нам предназначается А местным духом леса Духом, который Нам будет помогать Дмитрий объясняет Его предки Из рода викингов Всегда договаривались С духами именно так Те боги Которые мне помогают Относятся Скандинавским богам Это Один Химдаль Тор Тюр Поэтому А в Скандинавии Принято петель И темная сорта пива Теперь Все готово К совершению ритуала Так, я должен Закрывать лицо Для того, чтобы Духи Да и Мало ли кто Не увидел мои глаза Во время Проведения ритуала Вот и весь ритуал Андрей Некоторое время Сидит с закрытыми глазами Приходит в себя Как объяснил нам шаман Ты себя чувствуешь? Хорошо Такие обряды Андрей заказывает шаману Дважды в месяц И отдает за это В общей сложности Половину своей зарплаты Посмотрите, что делают секты Они зомбируют людей И профессиональные психологи Не могут это уже снять Снять этот блок Не могут Солистка группы Чили Ирина Забияка Бьет тревогу В Калининграде Родном городе певицы Объявилось Новое религиозное учение Крики Можно даже так сказать В газетах Родителей Просьбы О том, как их дети Просто потерялись Для них Это уже были не их дети Они были просто зомбированы Благотворительный грант На воспитание детей 9 миллионов рублей Выиграла общественная организация С благовидным названием Центр восстановления личности Руководитель этой организации Пастор скандально известной церкви Пастор русско-протисланской церкви Посолства Божьего В городе Калининград Сейчас прокуратура Проводит проверку деятельности Этой организации Это Лидер посольства Божьего Сандей Аделаджа Он родом из Нигерии Из того самого племени Ифа Где колдуны Практикуют Зомбирование Выпускник Минского института журналистики Сандей Аделаджа Основал организацию посольства Божья В 94-м году Сегодня послушать его Собираются стадионы Этот человек Этот помазанник Божий Лучший руководитель и лидер Которого я видел за всю свою жизнь В 2009-м году Правоохранительные органы Обвинили пастора Сандея В мошенничестве Мошенничество 190-е Часть 4-е Мошенничество В особо крупных размерах Создание преступной организации И подделка документов Киевлянин Сергей Выслободов В 2005-м году Заболел раком Врачи сказали Шансов вылечиться Практически нет Жена В метро Будучи Встретила какую-то женщину Ну Жена то ли плакала То ли что А женщина говорит Вот вы знаете Там есть посольство Божие Такая церковь Там чудеса происходят Жена Повела Владимира На воскресное служение Я же Деялся на чудо Понимаете Стал прихожанином Церкви В церкви Ему понравилось Доброжелательные люди Красивая музыка Несколько лет Владимир Исправно ходил на службу Но чудо Не происходило Напротив С каждым месяцем Ему становилось Хуже Врачи говорят Ну что операцию нельзя делать Нужно очень дорогое лечение Вот с этой просьбой Когда еще Такой упухли не было Я обратился К пастору церкви Бося Аделаджу Бося Аделаджа Жена И правая рука Пастора Сандея Пастор Сандея Это уникальная личность Он уже достиг То, что Многие люди Которые жили До 80 лет Они этого не достигли Бося предложила Владимиру Заработать деньги На лечение Вложить 90 тысяч долларов В бизнес Организованный При церкви Деньги Должны были вернуться С процентами Из ее кабинета Мы уже вышли С направлением К бизнесменше Позже выяснилось Посольство Божие Работало по принципу Финансовой пирамиды Если вы имеете В Киеве Свою квартиру Вы закладываете ее В банк Получаете кредитные деньги И эти же деньги Вкладываете В один из проектов Который существует В церкви Посольства Божьих Каждый человек У кого есть Хотя бы Сумма 100 тысяч Или квартира В Киеве За год Или какие-то Два года Это реально Вам заработать Свой миллион Владимир Не раздумывая Заложил квартиру И получил Вот эту карточку С красивым названием Клуб Тысячи миллионеров Но ни денег на лечение Не обещанных процентов Он так и не увидел Сейчас После двух операций Снова Они удалили 80% печени Будем зараживать Тысячу миллионеров Когда мы достигнем Тысячу миллионеров У нас в церкви нашей Будет оборот Один миллиард долларов Пастор объясняет Это он Для Христа старается Я это делаю Потому что надо Чтобы его дело Здесь Шло вперед А деньги Ему Ни к чему Ни миллиарда Мне не интересно Ни миллионы Мне не интересно Ни доллар Мне не интересно Мне все Плевать на это все Адвокат под на рук Говорит Проповедник Лукавит У Санды Аделаджи И у его жены Есть несколько квартир В городе Киеве Есть достаточно много Автомобилей Лимузины Джипы Он уверен Пастор должен сесть В тюрьму Перспектива у него Одна Это тюремная камера Сроком В 12 лет Минимум Впрочем Санды Аделаджа Тюрьмы Не боится Я не буду уступать Перед Никакой власти Я не буду уступать Перед любым министром Они будут ломать Зубы на меня Еще бы Миллионы людей На территории СНГ Ложатся спать И встают С именем Этого проповедника Я ставлю тебя Над народами Чтобы разрушать И сокрушать Старый порядок И утверждать Новый порядок Новый порядок На этих землях Это процедура Так называемой Инициации Так Сандэ Аделаджу Посвящали в пасторы Посольство Божие Я ставлю тебя Над народами Сандэ Не зря нарекают Властителем народов Бывший прихожанин Посольства Божия Владимир Шталей Уверяет Если у Аделаджи Будут проблемы Он поднимет Целую армию Пастор Сандэ Аделаджи Он сделал опору Вот в костях Сколотил Из бывших наркозависимых Он их вытащил Поднял И теперь они За него стоят Что бы он не сделал Это видео Снял один из адептов секты Мадам Вы хотите Мы сейчас Подберемся И к вам Фанатики Пришли разгромить аптеку В которой якобы Продаются наркотики Лидер движения Угрожает аптекарше Людей очень много Поднялось У тебя жизнь Спокойная Уже закончилась Ты в курсе Или нет Тебя же предупреждали Переговоры Закончились ничем И божьи люди Начали штурмовать Аптеку Фанаты Не унимаются Даже подоспевшая полиция Не может ничего сделать Там что это такое Это наркопритон Это наркопритон Там аптеки нет Там не надо Регистрируют Москвич Олег Матюхин Бывший прихожанин Посольства Божия Уверен Он находился в секте И из него там сделали Зомби Там именно все выстроено По принципу Крупных американских корпораций По пирамиде Там тоже самое Также тебе продают Бога На собственном опыте Олег убедился Как тоталитарная секта Подчиняет себе Сознание людей Выходят люди на сцену Собираются И говорят Я такой-то, такой-то Пришел там Дыря в штанах Там Без ботинок А теперь у меня там Миллион Эта съемка сделана В Новосибирске На одном из богослужений Так называемых Нео-пятидесятников Выбегайте Жертвуйте И потом будем молиться Когда пожертвования собраны Наступает кульминация Всеобщая молитва Поднимайте руки к Богу Молитесь О жизни Некоторым сектантам Становится плохо Их укладывают на пол И это следование В Швеции Скажем, да Этих организаций Показало Что там Серьезные Технические нарушения И люди становятся В принципе Зомби На суд Пси-оружие в действии Как работает психотронный генератор Руку сюда положите Вы почувствуете вибрацию И кто в этом виноват Я раскрою все тайны Зомби среди нас Это, к сожалению, уже не фантастика А реальность Люди со стертой памятью О которых так много писали И которые все чаще появляются На улицах больших городов Еще пару лет назад Журналисты шутливо Называли их потеряшками Но сейчас Становится не до шуток Все чаще фиксируются случаи Когда в подсознание Очередного такого потеряшки Его неведомые хозяева Вкладывают команду Совершить убийство Технология превращения человека в зомби Сейчас вы увидите Как это делается Определенные частоты Твозвуковые Могут вызывать у людей Чувство паники Страха Могут вызывать Совершенно нестерпимую боль У человека 2009 год Питтсбург, США В толпу митингующих Въезжает машина Вот с такой установкой на крыше Этот звук вызывает у людей Чувство паники L-RED Как это называется Да, это Long Range Acoustic Device Это, по сути дела Пушка Которая Дает Очень громкий Направленный звук Где-то порядка 150 децибел Это громче Чем Рев Реактивного лайнера То есть люди глохнут Моментально Принцип действия Основан на мощном Акустическом импульсе Почти в тысячу раз Преусходящем порог Который безболезненно Может воспринимать человек Несмертельное оружие Подобного типа США начали применять На военных кораблях С 2000 года А это Кадры другого эксперимента Акустическая пушка Установленная на машине С дистанционным управлением Прочесывает развалины В России Подобная аппаратура Тоже используется Вы вторглись В зону безопасности Этого корабля Требуем Немедленно Изменить курс Бывший водитель Психиатрической больницы Николай Анисимов Утверждает В СССР Применялось Психотронное оружие Ну ни одного живого места нет Все болезни 40 Которые ничем не лечатся Николай Иванович Показывает фотографии Таким он был В далеком 86-м А таким он стал После обработки Пси-оружием Мы тебе сделаем Под опытным кроликом Меня садят в одиночку И начинает В моей голове Играть музыка По словам пенсионера Психотронная пушка Облучает его Уже 20 лет Мы могут не дать спать И всю ночь Будешь вот так дрожать В доказательство Он предъявляет Фотографию кота У которого Облезла шерсть Я купил котенка Для того, чтобы посмотреть Как на него будет Оказываться воздействие И вот он Буквально сутки Через сутки Все его не стало Ну со спины Слезла у него вся шерсть Бывает артиллерийская стрельба Только это лучевая стрельба Вот вы стоите у окна И вас просто обстреливают Галина Александровна Женщина одинокая Ни мужа Ни детей У нее нет Она уверена Соседи выживают ее из квартиры С помощью Психотронной пушки Вот эти коричневые пятна Это очень сильно Вибрирующая жидкость Если обработаны две стены Вот допустим И вы между ними стоите То вам очень трудно дышать Вообще находиться В этом месте Потому что Образуется силовое поле Галина Александровна Показывает шкаф Который пострадал От страшного оружия Шкаф закрыт Но он светится Изнутри зеленым светом Пенсионерка Идет к соседям сверху Чтобы вывести их На чистую воду Руку сюда положите Вы почувствуете вибрацию Соседка удивлена Я много раз видела Выходят люди в камуфляже Оттуда Видела, видела Неоднократно Галина Александровна Настаивает В квартире соседей Работает Психотронный генератор Какое там Психотронное оружие? Откуда там Излучение? Но пенсионерку Никто не проведет Они все боятся Потому что Они знают Об этом И никто не хочет Связываться Известный правдоруб Бизнесмен-отшельник Герман Стерлигов Убежден В страхах населения Виноват телевизор Это и есть Психотронное оружие У нас въезд На территорию С телевизорами Запрещен Забирайте обратно Эту падаль Бывший миллионер Уверен Телевизор в народе Неспроста прозвали Зомбоящиком Все способы Зомбирования массового сознания Это сатанизм Который придумали ученые Я раскрою Все тайны Это церковь саентологии Сегодня Сюда нагрянулись Сотрудники ОМОНа Набор лекций По основам 109 тысяч рублей Это со скидкой 20% А так Цена 136 Это прайс-листы На DVD-диске 260 тысяч рублей Заведя запись Курсы лекций Что так дорого? Ну так они все стоят Специалист по сектам Александр Дворкин Утверждает Людей, которые прошли Весь курс обучения Саентологии Единицы У клиентов Либо заканчиваются деньги Либо они Сходят с ума Правда Саентология заключается В громадном Так называемом Мосте Безграничной свободы Люди-то вначале Не знают, что есть Этот мост Они не знают, что Для того, чтобы пройти Весь этот мост Им требуется быть в секте Не менее 15 лет И потратить Не менее полумиллиона долларов Руфина Шибулина Уже 7 лет Не может понять Как ее муж Успешный бизнесмен Попал под влияние Саентологии Он был очень увлечен И на один прекрасный день Он пришел Сказал, что у нас плохая семья Женщина считает Муж попал к саентологам Не случайно Саентологии делят людей На две категории Богатые люди Которых они окучивают На которых они буквально Пылинки сдувают На руках Он относится к этой категории Потому что у него свой бизнес И есть бедные люди У которых все Забирают все деньги Все сведения О личной жизни Каждого адепта В церкви Тщательно записывают Фактически на каждого человека Собирается досье Из компромата Это кадры Оперативной съемки Бойцы ОМОНа Рассматривают Так называемый Е-метр Детектор лжи Разработанный саентологами Пошли, прибор Это у них Определяют Какой же и на стадии Человек держит Две консервных банки В руках Жестяных банки И они подсоединены К прибору Со стрелочкой Через вот эти вот Банки Пропускается Слабый электрический ток Человек в течение Трех-четырех часов Сидит под током Постоянно отвечает На вопросы А таким образом Гарантируется Истинность И правдивость Его ответа В 21 веке Технологии Зомбирования Активно используются Различными организациями И сектами Манипуляции Общественным сознанием Гипноз Всеоружие Химические вещества Арсенал кукловодов Современности Совершенствуются С каждым днем Противостоять Машине Зомбирования Практически Невозможно Я расстрою Все тайны Третью мировую войну Если не дай бог Она все-таки случится Мы с вами Скорее всего Даже не заметим Раз современные Технологии Позволяют напрямую Подчинять сознание Человека Зачем убивать Переворот Или установление Нового мирового порядка Может произойти Внезапно И мы осознаем это Лишь как новую мысль Впрочем Мы будем бороться И так просто Не дадим Сделать из нас Зомби Не забывайте С вами Анна Чапман И на следующей неделе Тайна опять станет явным